Онлайн-дискуссия. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на предприятиях. Ответы на вопросы от участников. Андрей Иванович, предлагаю перейти к ответу на вопросы. Вопрос к сегодняшнему мероприятию. Какие требования предъявляются к преподавателю по ГО и ЧАЭС? Требуется ли специально где-то обучаться, если я руковожу учебным центром и являюсь ответственным лицом, плюс должна обучить своих работников? Мне требуется повышение квалификации? Конечно. Еще раз, все преподаватели, опять же таки, в первую очередь преподаватели, одни должны повышать свою квалификацию один раз в три года. Либо институты развития, как в Москве, Академия гражданской защиты, либо других институтах, в которых квалификацию они повышают. Если сам руководитель не преподаватель, то он проходит как руководитель организации. То есть если он совмещает деятельность как руководитель и преподаватель? Он проходит один раз в три года, да. Понятно, что преподаватель повысил квалификацию, соответственно, корочку получил, все без проблем. Хорошо. Добрый день. Предприятие не имеет категории ПГО. Нет мобилизационного задания, не работает военное время. Имеем опасный производственный объект Ростехнадзора третьего класса. Необходимо ли создавать комиссии ПУФ и КЧС? Комиссии КЧС и Комиссии ПУФ однозначно. КЧС определяется 794-м постановлением правительства. Ну и ПУФ там тоже прописано. Либо организации, имеющие категории, либо организации, попадающие под потенциально опасные объекты всех категорий. То есть где может случиться нештатная ситуация. Поэтому, конечно, более подробно я приглашаю на занятия 20 января 2023 года, где мы это будем подробно все разбирать. И по КЧС и ПБ, и по ПУФ, и работа уполномоченных работников, имеющих категорию ПГО, не имеющих категорию ПГО. Потому что работа данных специалистов определяется 230 приказом МЧС. Для организации, имеющих категорию ПГО, задач огромное количество. Вот сколько задач ПГО, столько и задач они выполняют. Там 15 задач. А организации, не имеющие категорию ПГО, выполняют и планируют всего три задачи. Это взаимодействие с территориальными органами МЧС, в вопросах оценки возможной угрозы, получение информации как раз по попаданию в зону поражения, какие объекты рядом находятся, в случае аварий, которые могут нанести вред вашим работникам. Это выполнение мероприятия в части, касающейся ваших муниципальных образований, потому что может быть категории нет, а на вашем объекте, в вашей организации, распоряжением главы управы или муниципального образования, в первый период, так называемый, да, вот этих локальных военных конфликтов, будет создаваться какой-то пункт, ну, временное размещение, или пункт выдачи средств защиты, или эвакуационный сборный пункт. Опять же, такие, тогда вам, в части, касающейся, необходимо будет выполнить определенные работы, то есть вы собственный план ГО не разрабатываете, но вам будет дана выписка вот из плана общего территории. И третья задача, опять же, организации, не имеющие категории, подготовить ваших работников. Это курсовое обучение, это инструктажи по ГО, 10 МЧС, это и все. А если на предприятии нет опасного производственного объекта? А без разницы, еще раз, задачи для организации уполномоченных работников, не имеющие категории, прописаны в 230 приказе МЧС. Там всего три задачи. А какая, опять же, такие, имеет, попадает под категорию потенциально опасный, там, критически важный, уникальный ли он объект, технически сложный, там, и так далее. Это, значит, без разницы. Категории нет, вот три направления, три задачи. Но, уважаемые коллеги, опять же, касается тех объектов, иногда тоже задают вопрос, кто присваивает категорию ПГО, где это прочитать? Обращаю ваше внимание, 804-е постановление правительства Российской Федерации. Именно данный документ определяет порядок отнесения объектов экономики к категориям ПГО. И там прописано, кто присваивает категорию, какие категории ПГО устанавливаются. И самое главное, каким объектом присваивается категория ПГО. Документ имеет гриф для служебного пользования. Вот в этом доступе не найдете. Поэтому однозначно приглашаем ответственных лиц, я вам там это буду все рассказывать и показывать. Вот коллеги, я так понимаю, собираются приступить к организации работы и задают вопрос, с чего начать организацию работы ПГО и ЧС на предприятии? С приказом о создании начала объектового звена, в который входит координационный орган управления, комиссия КЧС и ПГО, второй, постоянно действующий орган управления, работник уполномоченный в области ГОЧС с положением, ну и так далее. Там целый ряд огромных документов. И опять же такие вот в комплекте тех документов, которые вы получите при обучении, будут наши учебные пособия. Вот в этих учебных пособиях полностью расписан порядок или становление уполномоченного работника от буквы А до буквы Я, с чего начинать, ну и так далее. Имеющие категории, не имеющие категории. Прошу подсказать порядок обучения ПГО и ЧС при наличии свыше тысячи сотрудников в штате организации на их постоянной занятости. Как организовать вот это вот обучение, если так много сотрудников, ну и они заняты? Ну, я еще раз говорю, это прописано, во-первых, постановлением и программами МЧС. Определено, что с работающим населением проводится курсовое обучение в области ГОО. Не менее 12 часов каждый год. Ну вот и приходится, соответственно, назначать ответственных лиц за подготовку. То есть, чтобы в вашей организации не один руководитель или там не один уполномоченный должен, соответственно, этих тысяч человек обучить, а два-три человека, там четыре подготовленных, которые будут проводить занятия курсового обучения вот с этими со всеми специалистами. В течение года, они же в течение 12 месяцев, да, не заняты же, да, где-то находить время по часу, по два там, да, но чтобы информацию доводить и передавать с вашим работникам. Согласно, например, программой курсового обучения. А есть ли какие-то указания, можно ли вот проверку знаний, да, записи в журналах вести электронно, с использованием электронных цифровых подписей? Да, без проблем. Потому что иногда возникает проблема сбора вот этих. Конечно, добраться, доехать, конечно, да, без проблем. Здесь, кстати, этот момент даже и не поверяется в надзорных листах. Самое главное качество, что вот они прошли подготовку, расписались, да, получили, соответственно, определенное мероприятие, информацию. На тренировках, учениях они это все, соответственно, качественно отработали. Вот и все. Снова, ну, может быть, вопрос... Самое главное, извините, самое главное, чтобы они были задействованы полностью. Потому что бывают случаи такие, опять же, это, ну, наверное, во многих организациях, когда руководитель организации говорит о полномочном, да ладно, с своими занятиями успокойся. У нас так дел по горло, да, не будем проводить. Сам там отвечаешь за это, вот и распишись там за всех. А бухгалтерию там, юристов мы трогать не будем, они заняты люди и так далее. А случится беда, вдруг, не дай бог, пожар. Они даже не знают, да, как себя вести и пострадают в первую очередь. Очень много таких случаев. Да, у полномочной прикрывают там себе одно место, там расписывается за всех. А когда начинается проверка, начинаем спрашивать на учениях, тренировках, да, а что, а как действие по сигналу? А я не знаю. А где у вас противогаз находится? Знаете, что попадаете в зону? Нет, не знаю. А как эвакуироваться во время пожара? А где находится у вас первичное средство пожаротушения в организации? А как пользоваться огнетушительным, кислотным, порошковым, щелочным, ну и так далее? А как оказать первую помощь? То есть вот это все, что прописано вот в этой примерной программе, которая содержит эти семь тем. Вот и все. Спасибо. Вопросы, может быть, немножко повторяются, но повторение мать учения, как мы с вами знаем, да? Для каких организаций обязательно создание комиссии ПУФ, объектовых звеньев РСЧС, учреждение, не имеющее категории, не работающее в военное время, может ли не создавать звенья и комиссию ПУФ? Не создавать. Значит, что касается КЧС и ПБ, комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации создаются во всех организациях, которые обеспечивают защиту своих работников. Вот в 794-м написано постановление, где создаются объектовые комиссии, вообще все комиссии, координационные органы управления. Комиссия ПУФ создается в организациях, первая, имеющих категории ПГО, и объектов вот этих высоких категорий, потенциально опасные объекты, критически важные объекты, только там. Если организация не имеет категории ПГО, и обычная организация, образовательная и так далее, отдельная комиссия ПУФ не создается. Но все вопросы функционирования, эвакуации рассматривают общие комиссии КЧС и ПБ. Добрый день. Малые и микропредприятия должны организовывать гражданскую оборону и обучение работников действиям при ЧС в своих организациях? С какой периодичностью нужно проводить инструктажи по действиям в ЧС? Малые и микропредприятия? Без разницы. Мы с вами в начале занятия первый вопрос это рассматривали. 841 постановление, 1485 постановление прописывает, какие категории подлежат обучению. Все руководители, все работающее население, там же нет такое микро, среднее, макро, максим и так далее. Все организации, хоть 3-4 человека, со всеми организациями должна проходить подготовку. Курсовое обучение ПГО не менее 12 часов ежегодно. Инструктаж, вводный инструктаж ПГО только с теми, кто вновь прибывает к вам в организацию, и те, кто прибывает в командировку, либо стажировку от 30 и более календарных дней. Инструктаж по действиям в ЧС с каждым работником организации раз в год, и те, кто опять же вновь прибывает. Плюс к этому, мы с вами говорили, допускается совмещать вводный инструктаж с инструктажом по действиям в ЧС. Ну, это вот мы предвосхитили следующий вопрос. Допускается ли объединять вводный инструктаж ПГО и ЧС? Да, я и скажу номер этого письма МЧС федерального, который допускает их объединить, допускает проведение их по единой программе и введение единого журнала. Если в организации 3 человека, проводится ли курсовое обучение ПГО? Руководитель организации повышается в квалификации один раз в 5 лет. Заместитель руководителя, там же не может быть, да, вот 3 человека, он же генеральный, получается, там далее руководитель. У него один заместитель и один работник, да, организация. Вот с одним работником включаете его в список, один раз с ним провели, все, заполнили, за год у вас есть. А вот эти два товарища, которые руководитель и зам, получается, ну, проведите их, обучите как руководителя организации. Все. А он зам. Вот по одной программе, один раз в 5 лет. Какие документы необходимо иметь по гражданской обороне организациям без категории ПГО? Очень много документов. Я даже сейчас не могу по времени перечислить, поэтому приглашаю вас на подготовку. Очень много документов. И в первую очередь, организации, которые не имеют категории ПГО, как раз вот что касается объектового звена, который создается вот в мирное время, который отвечает за вопросы безопасности в мирное время. Коллегия вот задает вопрос по организации именно своих инструктажей. У нас на предприятии для всех работников в соответствии с программой разработаны ежегодные онлайн-уроки ПГО и ЧС. Каждый работник имеет свой учебный класс, в котором входит под своим оригинальным именем и паролем, с возможностью руководителю посмотреть отчет о занятиях. Вопрос. Нужно ли нам еще дополнительно вести журнал об ежегодном повторном инструктаже или достаточно отчета после прохождения онлайн-инструктажа? Вводный инструктаж проводится с записью в журнал. Вот таких вот, как там написано было в вопросе, повторный и какой-то еще? Нужно ли нам еще дополнительно вести о ежегодном повторном инструктаже? Что такое повторный инструктаж? Где они такой нашли повторный инструктаж? Ну, наверное, я думаю... У нас в области ГО и ЧС еще раз, вот нормативным документом прописано только два инструктажа в области ГО и защиты от ЧС. В области ГО это вводный инструктаж ПГО. Он определяется 841-м постановлением. И постановлением правительства Российской Федерации 1485 определен инструктаж под действием в ЧС. Все. Никаких целевых, повторных, полуповторных. Нигде это не прописано. Инструктажей по антирористической защищенности. Нет такого. Все, вот эти все вопросы, они отражаются либо в вводном инструктаже ПГО, либо инструктаже под действием в ЧС. Плюс к этому курсовое обучение ПГО. Если у вас вот эти занятия проводятся, ну оформите их как курсовое обучение ПГО, журнал завели, соответственно, они там расписались. То же самое касается инструктаж, вводный инструктаж ПГО. Он проводится не со всеми, а только с тем, кто к вам прибыл вновь в организацию в течение года. Потому что на следующий год этот работник, он попадет уже под курсовое обучение по гражданской обороне, вот эти 12-часового. То есть все-таки лучше вести все журналы по всем видам обучения. Ну, получается, получается... Ну, допустим, первый совмещенный, да? Давайте начнем так. Журнал первый, это журнал курсового обучения ПГО. Он единый. Все. И если допустили совмещать инструктажи и, соответственно, заводить единый журнал, то заводите единый журнал вводного инструктажа ПГО и действуем в ЧС. Все. Получается два инструктажа, два журнала. То есть минимум два журнала. Минимум два журнала. Максимум получается один, два, три, три журнала. Ну, я не беру пожарку там свои нормативы, свои журналы и так далее. Вот ПГО ЧС вот так. Можно ли ответственным за ГО и ЧС назначить гендиректора, чтобы он проводил вводный инструктаж и ежегодное обучение? Допускается. Это в письме написано. Да, допускается. Но я сразу же сомневаюсь, что гендиректора будет этим вопросами заниматься. Однозначно, скорее всего, работник какой-то обученный, или штатный, или вот по совместительству, который пройдет подготовку. Нужно ли проводить инструктажи ПГО и ЧС и курсовое обучение для дистанционных сотрудников? Нужно. Нужно. Да, дистанционно. Но для этого есть, должно быть, дистанционное оборудование, что можно было там вывести им на экран какие-то вопросы, и они какое-то тестирование могли вам, соответственно, ответить на какие-то моменты. Здравствуйте. Как оповещать работников, если не будет мобильной связи и вообще средств связи не будет? То есть люди начинают волноваться? Ну, посыльно есть у нас. Дежурный по этажу есть посыльная. Рынду повесьте на цепочке. Тут без разницы. Самая главная задача вот этого элемента оповещения, чтобы сигнал или информация дошла. Есть, опять же, связи нет, ну, там электричества нет, да, агрегат, опять же, который вам запустит эту систему. Опять же такие, да, значит, посыльные по этажу, которые пробежатся и сообщат всем, что необходимо эвакуироваться, либо укрываться, либо там используются защиты и так далее. Вот коллеги, видимо, уточняют. Еще вопрос туда же, про сирены. У нас есть МЧС «Сирены» рядом с Павелецким вокзалом. Ну, видимо, здесь недалеко от нас. Это сиренное оборудование, да, с 28-го. Но когда они включаются для проверки работоспособности два раза в год, сигнала не слышно вообще. Да, если действительно будет нештатная ситуация, которая будет угрожать жизни и здоровью, во-первых, если ваша организация попадает под объектовую систему, под 795-е постановление, вы обязаны свою объектовую систему завести на регионалку, чтобы вам этот сигнал продублировали. Потому что не все могут услышать сигнал, а информация, соответственно, вам придет. Поэтому здесь необходимо уточнить, что у вас за организация. 50 человек и более в штате есть, значит, должны создать объектовую систему. И сопрячь ее с региональной. Этими вопросами в Москве, по Велецкой же, да? Этими вопросами в Москве занимается система 112. Они готовят документы, вы к ним обращаетесь. Все формы документов тоже, пожалуйста, приходите. Я вам все это расскажу, доведу, как заполнять, куда направлять и когда, в какие сроки. Вопрос. Может ли измениться форма журнала-инструктажа? Чем определено, что журнал-инструктажа должен быть зарегистрирован? Допускается ли повторно проводить инструктаж ПГО? И подскажите, пожалуйста, реквизиты письма МЧС, в котором даны разъяснения по объединению инструктажей ПГО и ЧС? А давайте я сейчас сразу выведу на экран немножечко, да? Что-то у нас. И покажу. По письму где-то прописано. Что касается журнала-инструктажа, это все письмо, но рекомендуют. Поэтому форма журнала определяете вы, руководитель или уполномоченный работник. Самое главное, что там было, что можно поставить было роспись. То есть, тот лицо, который инструктирует, тот, который получил информацию, да? И дата, и, соответственно, да, вот это, что все зафиксировано должно быть. Это раз. Форма журнала, она рекомендована, опять же, письмом МЧС для проведения вводных инструктажей по гражданской обороне. Там эта форма рекомендована. Опять же, рекомендована, но не установлена. То есть, вот то, что я сейчас вам доведу, выведу и подскажу непосредственно по номеру номинования вот этого письма. Допускается ли повторно проводить инструктаж по ГО? Ну, повторно, опять же, инструктаж. Тут, если человек не уяснил информацию, опять же, пригласите его какой-то... Не обязательно весь инструктаж, какой-то вопрос он не уточнил, можете провести, опять же, повторно с ним по данному вопросу. Там права и обязанности его, или как он будет действовать по сигналу внимания всем. Или как правильно изготовить просечье средства защиты, там, ватномарливую повязку. Пометьте, пожалуйста, письма МЧС номер 11-7, ДФИС-605 и номер ИВ-11-85. Это все письма МЧС, где как раз прописано, что рекомендуется совмещать вводный инструктаж по ГО и инструктаж по действиям МЧС. Чем отличается ЛСО от объектовой СО? Локальная система оповещения создается только в организациях, прописанных в статье 9-й 28-го федерального закона. Это опасные производственные объекты 1-го и 2-го класса опасности, радиационно опасные объекты, ядерное опасное производство, гидротехнические сооружения. А радиус их ответственности прописан в 178-м постановлении, то есть в случае, в зависимости от масштабов, локальная система оповещает не только своих работников, но и всех тех, кто попадает в эти радиусы 2,5-5,6 километров. А объектовые системы, они определяются вашими руководителями, ваших субъектов. Если губернатор вашего региона своим постановлением или постановлением вашей области прописали о создании этих объектовых систем, то вы их создаете. Если нет, то организуете эти мероприятия согласно федерального приказа. В Москве у нас 795-е постановление, оно прописало, что объектовая система создается в организациях от 50 и более человек, социально значимых и объектов жизнеобеспечения. Там категория не нужна. И отличается она от локальной системы только тем, что в любой ситуации они обязаны повестить только тех, кто находится внутри своих работников и посетителей. То есть за тех, кто наружу, они уже не отвечают. Вот эта разница, локальная и объектовая. Вот коллеги, видимо, упустили. Здравствуйте. На какой срок действует удостоверение об обучении? В зависимости от категории. Такие категории, как руководитель, уполномоченный работник, председатель комиссии, председатель комиссии эвакуационной, комиссии ПУФ. Один раз в 5 лет, значит, на 5 лет действует. Образовательные организации, учителя, преподаватели и так далее. Один раз в 3 года. Продолжение следует... Продолжение следует...